МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет всем неравнодушным к свободному искусству, инновациям и жизни в стиле Apple. Вы смотрите High Tech News, еженедельную информационно-развлекательную программу из мира гаджетов, интернета и технологий через призму самой фруктовой компании на планете. Ну что ж, меня зовут Сергей и сегодня в выпуске. Майкрософт Бэнд. Многообещающее начало американской корпорации на рынке носимых устройств. Новые подробности об Apple Watch. Заоблачные цены и предполагаемая дата старта продаж. Андроид. Прощай. Компанию Google покинул основатель зеленого робота. И многое другое. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а начнем на этот раз, пожалуй, с новых подробностей об Apple Watch. Во-первых, стоит упомянуть о том, что выйдут часики только весной 2015 года, согласно документам, попавшим в сеть. А вот что касается цены, то за версию в стальном корпусе придется выложить ни много ни мало 500 долларов. В то время как золотая версия Watch Edition обойдется аж в 4000 американских рублей. Такие вот перспективы. Ну а у нас все дешево и со вкусом, так что начинаем долгожданные техно-новости. Поехали! В погоне за будущим компания Microsoft представила собственное видение умного носимого устройства. Гаджет получил название Microsoft Band. По сути, это некий гибридс, вместивший в себя дизайн довольно компактного фитнес-браслета и в то же время весьма широкую функциональность уровня продвинутых смарт-часов. Устройство получило 10 сенсоров, число которых, помимо стандартных датчиков сердцебиения, акселерометра и гироскопа, также вошли датчики температуры, оценки количества ультрафиолетовых лучей и даже количество света. Небольшой дисплей гаджета диагональю 1,4 дюйма с разрешением 320 на 106 пикселей, помимо информации, получаемой сенсорами устройства, также необходим для отображения уведомлений с вашего смартфона или же текстовых сообщений вкупе с именами абонентов при входящих вызовах. Браслет также имеет собственный датчик GPS, который позволяет отслеживать пройденные маршруты даже в тех случаях, когда вы не берете с собой телефон. Стоимость устройства составит всего лишь 200 долларов, что при столь широких возможностях, на мой взгляд, весьма гуманно. Android пока. На минувшей неделе компанию Google покинул один из ключевых разработчиков – зеленого робота. Энди Рубин принял решение оставить интернет-корпорацию. Топ-менеджер намерен организовать собственный стартап, связанный с развитием технологий в сфере создания роботов. Напомню, именно он участвовал в разработке платформы Android, которая в 2005 году была куплена компанией Google. До 2013 года он оставался руководителем этой мобильной платформы, однако уже в 2014 году его место занял судар печаль. К слову, в Google уход Энди Рубина уже подтвердили, пожелав ему всего хорошего. И хотя конкретные причины ухода точно неизвестны, однако бытует мнение, что это некоторым образом связано со структурой его команды в компании Google. Ну что ж, а о новостях на этом все, так что едем дальше. Бесспорно, одним из ключевых нововведений iOS 8, которого так долго ждали пользователи яблочных девайсов, стала долгожданная поддержка клавиатур от сторонних разработчиков. К слову, сегодня в рубрике «Секреты яблочных устройств» я решил не только рассказать о том, как работает столь долгожданная функция, но и заодно собрал пару интересных решений, которые лично мне показались наиболее качественными и, что самое главное, удобными в использовании. Но, к слову, обо всем по порядку. Начать, думаю, стоит с одного обе спорно очень важного момента – это распространение. На данный момент в магазине App Store, где, кстати, и находятся все клавиатуры, расширением пока отдельных секций не отводят, так что искать их приходится ручками, причем по каким-то конкретным названиям. Как вы уже догадались, распространяются они в виде полноценных приложений, в отличие от того, что сегодня предлагает Google Play. А все, что потребуется для их установки – это воспользоваться привычным алгоритмом добавления новой раскладки в настройках системы. Идем в «Основные», пункт «Клавиатура», далее выбираем «Новые клавиатуры» и нажимаем на интересующее нас решение. Ну а вот теперь, пожалуй, расскажу и о собственных фаворитах в среде сторонних клавиатур на платформе iOS 8. Лично мне наиболее интересными решениями показались Flexi – удобная клавиатура с поддержкой дополнительных жестов и предиктивного ввода на русском языке, а также TouchPal Keyboard – решение, поддерживающее популярный сегодня формат ввода текста Swipe, а также огромное количество разнообразных тем. К слову, стоит упомянуть и о дополнительных плюсах, вроде возможности настройки размера самой клавиатуры в случае с Flexi, а также возможности изменения ее цветового оформления. Стоимость Flexi составляет 33 рубля, в то время как TouchPal распространяется абсолютно бесплатно. Игровая вселенная Warhammer 40 тысяч все активнее перебирается на карманные платформы. Стоит признать, что сегодня в мобильных сторах iOS и Android можно без труда насчитать пару, а то и тройку проектов из этой некогда сверхпопулярной игровой вселенной. Ну а к слову, внеочередное пополнение в лице Space Wolf, так и вообще можно назвать самым громким релизом минувшей недели, о котором, к слову, сейчас и расскажу. Warhammer 40 тысяч Space Wolf по сути является собой органичную смесь из двух игровых жанров – тактической пошаговой стратегии и коллекционной карточной игры. Как ни крути, но несмотря на всю серьезность данного проекта, разработчики из студии HeroCraft решили не заморачиваться с сюжетом, добавив пару пустых, полуобрубленных диалогов и переместив основной акцент непосредственно на геймплей. Играя на стороне одной из трех воинствующих раз, вам предстоит бороться с противником, выстраивая своеобразную тактику действий на поле битвы. Игроку стоит помнить, что для успешного выполнения миссий, и первоочередную роль будет играть четко обдуманная последовательность действий для каждого юнита в отряде бойцов – сколько действий потратить на перемещение, а сколько лучше приберечь для атаки. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что возглавляя отряд всего из трех бойцов, в большинстве случаев действительно придется пораскинуть мозгами над тактикой боя в силу заметно превосходящей численности войск противника. Подводя итог, скажу, что фанаты пошаговых стратегий, и в том числе вселенной Warhammer 40 тысяч, определенно должны оценить данную игру. К слову, она распространяется в App Store абсолютно бесплатно, причем является эксклюзивом платформы iOS. Пожалуй, сложно не признать того факта, что современные мобильные гаджеты стали вполне удобными и мощными инструментами, способными местами дать фору не только большим стационарным компьютерам, но и, скажем, обычным ноутбукам. Именно мобильность делает современные девайсы ультимейт-устройствами, в том числе и в рабочей сфере, например, обработке фотографий. Так, стараясь не упускать из внимания потенциал современных планшетов, разработчики команды Pixelmator Team не упустили возможности представить собственное мощное решение в лице одноименного графического редактора. Если вас вдруг не покидает ощущение дежавю, то это неспроста. По своей сути, Pixelmator для iPad является ничем иным, как мобильной версией одноименного фоторедактора, некогда ставшего настоящим бестселлером на компьютерах Mac. Взяв всё самое лучшее от десктопного аппарата, разработчики сумели создать быстрый, удобный и, что самое главное, довольно мощный инструмент для обработки графики, который вполне подойдёт нетребовательным пользователям. Простота интерфейса скрывает большое количество интересных функций, вполне способных заставить раз и навсегда забыть о куче лишнего бестолкового софта. Программа позволит пользователю создавать коллажи или открытки, писать картины, используя мощные инструменты для рисования, а также заниматься непосредственно редактированием снимков. Например, ретуширование позволит с лёгкостью избавиться от лишних объектов в кадре, поиграться с оттенками изображения, подстроив насыщенность, контраст и яркость. А в завершении позволит наложить на фотографию симпатичный фильтр или красивый эффект, а также добавить текст или фигуру, если это необходимо. Здоровье в современном мире это тренд, а вести здоровый образ жизни сегодня всё равно, что модно одеваться, например. Стоит признать, что быть модным сегодня хочет едва ли не каждый из нас, а вот стать настоящим законодателем мод стремится почти каждая уважающая себя IC-компания. Но как это сделать? Как суметь заставить пользователя следовать конкретно твоим правилам и трендам? По мнению Apple, например, создать экосистему, свою собственную полноценную экосистему, которая могла бы стать агрегатором всех показателей здоровья человека или, грубо говоря, собрать все важные и интересующие пользователя данные в одном красивом и удобном приложении, подробно о функциональных возможностях которого я расскажу прямо сейчас. Наверняка многие из вас при первом запуске iOS 8 отметили появление на рабочем столе одной любопытной новой иконки с подписью «Здоровье». К слову, разобраться с этой программой смогли, увы, далеко не все, хотя стоит признать, что отчасти именно это приложение и стало главным нововведением системы. По своей сути, «Здоровье» — это и есть та самая программа, которая и представляет собой основу всей экосистемы Apple Health. Как я уже говорил ранее, во многом она является агрегатором, то есть сборником данных из различных фитнес-приложений и программ, так или иначе связанных со здоровьем человека. Именно здесь пользователь может следить за наиболее важными показателями своего здоровья в удобном и информативном виде, тематически разделенных цветом карточек. К слову, возможности приложения поистине огромны, ибо следить оно позволяет практически за всем, чем пожелает пользователь, начиная с банального учета роста или веса и заканчивая, скажем, чистотой дыхания или содержанием в организме того или иного витамина. Помимо сбора данных из сторонних приложений, «Здоровье» также поддерживает возможность ручной корректировки уже полученных или полностью персонального добавления определенных данных. Например, если интересующая вас программа пока не успела обзавестись поддержкой специального инструмента для синхронизации с головным приложением под названием «HealthKit», то вводить данные, например, о чистоте сердечного ритма, не говоря уже о совсем специфичных моментах, вы всегда сможете самостоятельно. Помимо вышеперечисленных возможностей, стоит упомянуть и о том, что владельцы последних моделей iPhone, начиная с 5S, могут отслеживать количество пройденных шагов и этажей, преодоленные расстояния и высоты, без необходимости взаимодействия со сторонним софтом. Спасибо сопроцезору движения. Также важной особенностью приложения «Здоровье» является наличие полноценной медицинской карты пользователя, куда он может внести основные данные о себе, указать группу крови, наличие той или иной болезни и даже ввести их учет. Недокументированной особенностью данной программы также является возможность быстрого вызова скорой и демонстрации всех важных сведений о пострадавшем в случае экстренной ситуации прямо с экрана блокировки. Подводя итог, скажу, что новая платформа Apple имеет огромный потенциал и задел на будущее. Уже сейчас многие американские больницы обзавелись полноценной поддержкой данной экосистемы. Так что и до России вполне возможно сервис когда-нибудь, но все-таки дойдет, сделав жизнь владельца яблочного смартфона чуточку проще и, возможно, попросту безопаснее. Ну что ж, а на этом все. С вами была еженедельная программа из мира высоких технологий Hi-Tech News. Напомню, зовут меня Сергей и прежде чем попрощаться, напомню, что свои отзывы, комментарии и пожелания к программе вы можете оставлять на сайте телекомпании Город. Кстати, именно там вы также сможете проголосовать за наш проект. Ну а вот теперь уж точно, до скорого. Пока!